Это новая веха в телевидении. То есть, по сути, телевидение превращается в интернет-ресурс, где вас никто не сможет заставить говорить неправду, где мы можем легко и без преград показывать вам и детей в том числе. И мы никогда не будем говорить о правительстве, потому что мы, по сути, живем без него. Мы работаем и мы понимаем жизнь. Вот таково должно быть телевидение. Я видел такое 19 лет назад в Америке. И теперь, благодаря интернету, такая возможность есть и у нас. Найти-то меня просто. Есть телефон. Есть и страница в Одноклассниках. Телефон в конце сюжета. А вот то, что мне понравилось. Я-то думал, что мы не плаваем. А нет, еще как плаваем. Жалко, конечно, что у нас отняли полноценный бассейн, дав нам никакой аквапарк. К слову о том, что в любом аквапарке, как и в бассейне, случаются косяки. Вопрос просто того, кого вы сюда выкидываете. А вот это ваш вопрос. Посмотрите, если честно, то за сыном должен работать папа. А так только под присмотром. А вот с присмотром в аквапарке как-то поленились. Но простите, такое бывает и тогда, и когда я плавал в бассейне. А дело-то было 33 года назад. Что теперь? Я думал, что все как-то не так. Отнюдь. Конечно, в аквапарке дорожек стало в три раза меньше. Конечно, зарплата тоже в разы. Но по сути, детишки ведь плавают. Их стало больше. А почему? Ну, есть в большом количестве дешевые бассейны. И это круто. Теперь другой вопрос. Можно ли их сделать больше? То бишь, на город их всего, ну, не самых навороченных и более-менее правильных, три. В развале два. Малая экономика. Я просто объясню. Для ваших детей даст следующее. Повальная и правильная бассейнизация приведет к прибыли. О как! 1200 рублей на бассейн. И это одна долбанная книжка. Вы понимаете, о чем речь? Хватит наживаться на учебниках. Хватит! Для правильного общества проще давать возможность детям плавать. Заниматься ГТО. Такая штука у нас и была. Пока школа не стала выматывать ваш семейный бюджет. Вы что там офигели на продаже учебников, а? Почему в наше время каждый занимался? А почему сейчас такого нет? Вместо денег на учебники проще и реальнее получить то, что вы хотите. Не затратив многого. Мы стали зарабатывать в разы больше. Так надо меньше ездить на машине. Давайте детям больше. Ау! Вы где? Для папы и для мам после заведения детей надо больше внимания уделять киндерам своим. И это точно. И тогда, безо всяких приколов, все места в Олимпиаде будут нашими. Потому что дети это наше будущее. Слово о нормальных вещах. Слово о том, как в Америке там живут. Там как-то круче к детям относятся. Они ездят на старых машинах. По сути, они точно такие же, как и новые. Дети, а их много. По кружкам и в школу ходят. Я, в принципе, объяснил, что сумма эта небольшая. Живут они в своих и небольших домах. Господа, не гонитесь за многим. Понимая, что грамотно работая и с землей в том числе, удовольствия от жизни станет больше. Продолжение следует...